я в театре работал сначала как скрипач в оркестре музыкальном театре играл это еще очень юный возраст петербург петербург да это было 18 19 лет а потом не попробовал себя на сцене театра театр профессиональный но я в нем занимался два года то есть это очень приятный для меня период много упражнений много пота пахоты профессиональный театр требует каждый день заниматься сначала ты просто мастерская была при театре потом репетиционный процесс потому-то выступление на сцене этого огромная конечно работа но слушайте это далеко не профессиональный путь если поэтому если говорить про актерское мастерство я бы не просто есть большая любовь нынче к актерам я немножечко больше понимаю их профессию изнутри чем если бы вы просто профессиональным зрителям которыми являются все петербуржцы профессиональный зритель тоже хорошо понимать что происходит на сцене а вот скрипка видите я последний раз играл публично как раз вот в этом театре и после этого скрипка стала настолько личным для меня инструментом что нынче я ее использую только для двух моментов первое это работа с эмоциями которых у меня много я не собираюсь избавляться от своей вспыльчивости потому что это нужный для меня процесс мне нужно взрываться так я не болею так я рассказываю себе так я быстро рассказываю себе очень искренне объяснять это таким голосом долго какой-то человек это бесполезная история совершенно это все всем очень скучаю поэтому я люблю проявлять эмоции даже если это гнев даже если это боль горечь грусть сожаление умение отвращение то есть как кажется их и управлять то не надо если ты эмоционально здоровый человек я утверждаю но и что мы цена здоровый человек испытывает огромный спектр эмоций проявляет все это просто ты способен должен отвечать за то что ты проявил ты людьми инвалидами не они не оставляют потому что да ты повлияешь ты погиб гнев ты можешь обидеть человека оскорбить своим потому что люди чаще на свой счет принимают если я умею с этим дальше работать а я умею с этим дальше работать то я буду это проявлять так вот скрипка дает мне возможность когда я испытываю эмоцию или несколько эмоций сразу совсем деструктивные брать скрипку играть целый ряд мелодий которые ты перемалывают эмоции она растворяется в звуках она исчезает в воздухе возможно если бы я говорил об этом словами это было бы не так но не так то же самое с состоянием исключительного счастья если ей или какого-то экстаза когда ты очень рад что что-то случилось какой-то проект действительно состоялся так как ты его задумал какие-то потрясающие люди тебя окружают пришли например в команду и вы вместе делаете еще больше это удивительно наблюдать или ты просто видишь как у твоего друга получилось что то его но сергей горбаня сейчас мастерская наблюдая как он ее строит лет 15 последние я посмотрю что этот человечище сделал будучи единственным в стране гончаров профессия вымерла а с ним она растила заново и это такая фантастика на в общем вот в этом состоянии тоже брать скрипку играть классно очень совсем другие мелодии совсем другое состояние но это тоже надо перемолоть потому что этот эйфория на другим людям может и не нужно как мне кажется то есть скрипка это для меня терапевт а второе скрипка это еще инструмент для подумать когда не эмоции а я решаю сложную задачу поскольку я шахматист да я я люблю комбинации мне нравится когда на доске сложным мне нравится когда я кажется нашел решение не делать хода а посмотреть поискать еще раз хотя перед этим казалось бы сидел час искал решение время уже заканчивается и уже заскучавший партнер но еще раз посмотрите еще раз посмотреть на эти решения так вот скрипка в такие сложные моменты когда нужно понимать решение в бизнесе например очень выручает играешь на скрипке свободная импровизация и мозг работает совершенно иначе что не отрицает слушание моцарта который второй после бога да к нам благодарю вас да хорошая идея собраться и поговорить спасибо спасибо